День выборов в Украине. Избирательные участки в Запорожье должны были открыться ровно в 8 часов утра. Многие из них начали свою работу без опозданий. Но нашей съемочной группе удалось зафиксировать задержку при открытии участка на 5 минут. К этому времени у входа собралось порядка 20 людей. В комиссии объясняют, именно большой наплыв людей и повлиял на опоздание. Участок открылся, потому что сразу пришло 20 человек, и они в дверь сразу все не зашли. Вчерашняя проблема с бюллетенями по выборам мэра Запорожья к утру разрешилась, говорят в избирательной комиссии. Их получили вчера вечером, поэтому с самого утра запорожцы беспрепятственно могли отдать свои голоса за того или иного кандидата. Подробный репортаж с открытия избирательных участков в Запорожье смотрите в 11.00. Всего в Запорожье сегодня работает одна городская избирательная комиссия, 7 районных, 316 участковых избирательных комиссий. Из них 286 обычных и 30 специальных, которые, например, находятся в лечебных учреждениях. Все избиратели участки были готовы к работе еще в четверг, утверждают в городском совете. На день выборов сформированы бригады и в коммунальных предприятиях, которые будут оперативно реагировать на будь-якие аварийные ситуации. В том числе, в случае снижения электроэнергии у нас подготовлено 4 генератора, которые мы сможем оперативно подключить. Также избирательные участки открылись во всех районах области. Сегодня на протяжении дня мы будем получать оперативную информацию от наших собственных корреспондентов из Бердянска, Мелитополя и Полог. И каждые 2 часа информировать о самом важном. Сейчас с нами на связи Екатерина Шапка. Здравствуйте, Катя. Как начался день выборов в Пологах? Приветствую вас, коллеги. Избирательный процесс начался и в Пологовском районе. Сейчас мы находимся в районе избирательной комиссии. И по информации на 9 часов утра, все участки в городе Пологии, в Пологовском районе, начали свою работу вовремя. Мы тоже успели побывать на двух участках избирательных в центре города. Это большие участки, где зарегистрировано свыше полторы тысячи избирателей. Люди уже начинают приходить на избирательные участки, отдавать свои голоса. Явку нельзя назвать пока очень активной. По традиции, самыми первыми приходят пенсионеры, люди пожилого возраста. Молодежь пока менее активна. Тем не менее, на одном из участков еще до 8 часов, еще до открытия, уже образовалась очередь из нескольких десятков человек. Пока каких-либо нарушений или чего-то такого не зафиксировано. Процесс проходит нормально. Мы тоже следим за информацией и в дальнейшем будем вас информировать. Катя, напомню, на протяжении всего дня выборов наши корреспонденты будут информировать о том, как проходят выборы в разных городах области. Предвыборная кампания и День тишины в прошлом. Порядка двух месяцев было у избирателей, чтобы окончательно определиться с кандидатурами на пост городского головы Запорожья и депутатов областного и городского советов. Насколько велик был выбор у запорожцев и как агитировали избиратели в областном центре в материале наших журналистов. Огромное количество политической рекламы, насыщенное информационное пространство и большие возможности для выбора у избирателя. Такое увидели предвыборную кампанию 2015 запорожские социологи. 26 кандидатов на пост городского головы. Представители 23 партий баллотируются в городской совет и 13 в областной. Если бы в выборах участвовало не такое большое количество кандидатов, то количество информации для избирателей было бы не таким большим. Поскольку количество информации на сегодняшний день настолько большое, избиратель теряется, ему сложнее делать выбор. И мы видим, что несмотря на то, что количество кандидатов у нас на данный момент составило 26, избирателю до сих пор тяжело выбрать среди них. Предвыборные кампании разных политических сил в этом году были зачастую жесткими и агрессивными, утверждают политологи. Это разномочные спорты манипуляции и противостояния. Большая политическая реклама так или иначе формуется на модели противостояния, не взаимодополнения, не пропозиции каких-то своих программ, а именно противостояния. Основной акцент местных выборов в Запорожье – избрание городского головы. Как на меня, эти выборы для большинства политических сил, реально дуявых политических сил, а не региональных, не тимчасовых, это все-таки певная разминка, певное тренувание перед возможными парламентскими выборами. Чи будут они дочасные, чи не будут, то вопросы открыты, но на всякий случай. Серьезных задач, даже на уровне облради, облміськради, політичные силы, как на меня, не ставили, выходят из тех людей, которых они выставили. Впрочем, утверждают эксперты, запорожцам по-прежнему предлагали старые предвыборные программы. Ни один из кандидатов не смог предложить избирателю что-то новое и интересное, то-то, что могло бы зацепить всех. То есть, что будет во втором туре, посмотрим, он будет, второй тур, к нему нужно готовиться, понимать, что это еще не все. К предполагаемой победе большинство кандидатов шли любой ценой. Соответственно, наблюдатели до выборов уже фиксировали нарушения. Несмотря на это, эксперты надеются, что в день голосования подсчет голосов пройдет максимально честно и открыто. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. В Запорожье, как и в Украине в целом, перед выборами в субботу наступил день тишины. 23 октября коммунальные службы города должны были убрать всю агитацию. Но это удалось лишь частично. По состоянию на 16 часов 24 октября в городе на остановках и других местах остались неубранными агитационные плакаты и листовки. На бигбордах присутствовала символика политических партий, либо лозунги и рисунки, которые ассоциируются у избирателя с субъектами выборов. Не обошлось и без завуалированной политрекламы и черного пиара. На протяжении всей предвыборной кампании украинцы могли сообщать и наблюдать за нарушениями на специальной интерактивной карте. Ее создало Министерство внутренних дел. На карте указано число сообщений, которые поступили от граждан и общественных организаций. Запорожская область лидирует по количеству жалоб. В регионе зафиксировано 85 таких сообщений. Опередили Запорожье только Черкассы 104, Одесса 241, Харьков 115 и Киев 1165. От запорожских активистов поступали различные сообщения о порче имущества политических партий, подкупе избирателей, недопуске журналистов в государственные учреждения. Данные ведутся по каждому району города и области. В Запорожье больше всего сообщений о нарушениях поступало из Аджиникидзовского и Жавтнеова района. Также за всеми правонарушениями в Запорожье следила и общественная сеть опора, которая вела свою статистику. Ці порушення стосуються непрямого підкупу та розміщення друкованої агітації в невідведених для цього місцях. Тобто незаконне розміщення агітації – це було основні порушення. І фактично ми не можемо стверджувати, що це є порушення. Ми говоримо про те, що такі дії містять знаки порушення. Чому? Тому що правоохоронні органи, лише і суд може встановити, чи це є порушенням, чи це є, чи це немає. Ми спираємося саме на закон про місцеві вибори. Тисячі запорожських воених сегодня також примут участие в избирательному процесі. Тільки в областному военному комісаріаті районних военкоматах города служит і роботає порядка тисячі военних вооружённих сил України. Як і де вони змогуть проголосувати, а також імеють ли право голоса те, хто знаходиться на передовій. В материалі Ірины Погорєнай. В містних виборах 2015 примут участие те военні, які знаходяться непосредственно рядом з містом прописки. Так, бойці, які проходять службу в Запорож'ї или області, будуть голосувати в обычному порядку. Для цього зарані командиры подразделений подавали спеціальні списки воєнослужащих, які можуть покинуть пределы воїнських частей, щоб проголосувати. Відповідно, будуть заходи, пов'язані з забезпеченням бойової готовності. Це буде проводитися згідно графіку. Ось не зразу, вся військова часа, на Бобіттерозі буде голосувати на виборчані, щоб там не створювати якийсь ажіотаж, а поступово за графіком вони будуть добивати транспортів на звичайної виборчані, і там голосувати. Согласно закону України о містних виборах, воєнослужащі, які зараз знаходяться на передовій, в голосуванні участия не приймають. Не вибирають мэров городову, депутатів совєтов і воєнослужащі срочні служби. В цілому, сьогодні должны проголосувати більше 2000 військових, кажуть в облкомісаріаті. На території Запорож'ї області віддадуть свої голоси до того чи іншого кандидата на послідського голови, сільського голови або старости, а також кандидатів в депутати обласної ради. Містської районних рад, 1000 військовослужбовців, військовослужбовців, збройних слуг України. Ірина Погорєнна, Константин Грушко, ТВ5. Зачем нужно йти на вибори? Прежде всего, це можна щось змінити в своїй житті, считають політологи. Містні вибори сьогодні особливо важні, поверен Роман Пятигорец. І дело не тільки в змінній українського законодателіства. Сьогодні важна підтримання в державі. І перший шаг – прийти на избирательний участок і поставити галочки в бюллетенях. Я хочу, прежде всего, избирателям сказати, що треба йти голосувати. І містні вибори, чому вони для нас важніше, ніж всіукраїнські, ніж президентські, парламентські. Тому що це наші вибори, це вибори запорожської територіальної громади. Хочете все оставити на своїх містах, можете оставатися вдома. Але ваше позиція должна бути така, що город має м'яться обязательно к лучшому. Ми не успеваємо, не то, щоб вже сказати, за Європою, а за многими прогрессивними городами в Україні. Хоча імеємо колосальний потенціал. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!